МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня герой нашей программы – легкоатлет и спринтер. Она юниорка, но уже добилась успеха и установила личный рекорд Беларуси. Но он успешно выступает в категории взрослые. Сегодня Денис Кононов и Алина Лучшего расскажут о том, как борются со стрессом и что чувствуют, пересекая финишную черту. Поехали! Во дворце легкой атлетики всегда людно. Здесь тренируются и герои этого выпуска. Сейчас у них проходит подготовка к новому сезону, открытие которого не за горами. Колодочку ближе поставь, чуть-чуть слевую. Да, левую чуть ближе поставь. В прошлом сезоне наша героиня на тот момент 16-летняя. Алина Лучшего сумела возглавить белорусский рейтинг в беге на 400 метров среди женщин. В мае на спартакеаде детско-юношеских спортивных школ страны она установила личный рекорд. В полуфинальном забеге чемпионата Европы в Дьере спортсменка переписала его в первый раз. А в финале сделала это вновь, заняв четвертое место и установив юношеский рекорд Беларуси. 53,52 секунды. Затем на юношеской олимпиаде Алина заняла шестое место. В течение 2018 года она неоднократно становилась победительницей и призером республиканских первенств и спартакеад в беге на 200 и 400 метров. Получается, я прибежала четвертая, я немножко расстроилась, потому что третье место так рядом и как бы далеко. Я сначала не увидела время, потом мне уже его сказали, когда я подошла. Но я была немножко расстроена и в шоке, что так набежала. Но потом через минут 20 была рада очень сильно. Ну и в шоке, что я так набежала. Я не верила где-то месяц, что я так набежала. Второй наш герой тоже отметился рекордом. В рамках Олимпийских дней молодежи по легкой атлетике Денис Кононов бежал эстафету вместе с Егором Поповым, Станиславом Дорогокупцем и героем одного из предыдущих выпусков программы Денисом Близнецом. По результатам забега спортсмены пробежали по национальному рекорду со временем 40,37 секунды. Отмечу, что предыдущий рекорд был установлен в 2009 году – 41,49 секунды. Председатель федерации Вадим Девятовский рассчитывает, что в этом году соберется сильная команда и наши спортсмены попадут на чемпионат Европы. Сейчас в Беларуси много молодых атлетов хорошего уровня. И есть все шансы победить в эстафете. Со мной там занимается Павел Дырда, юноша сам с Гродницкой области. Буквально два или три года он под началом моего тренера тренируется. Результаты потихоньку растут. Есть Денис Близнец, с вами он тоже в выпуске был. Тоже очень талантливый молодой человек. То есть мы с ним и дружим очень давно. И как бы соперничаем. Ну, дружба всегда на первом месте. Вот, как бы есть. И заболотный Юрий. Он буквально полтора года как перешел с длины, ну, прыжок в длину в спринт. Сейчас тренируется в городе Минске под началом Сафронникова. Тренер нашей чемпионки сейчас сильнейшей спринтерши Тимановской Кристины. Наша гомельская эстафета может претендовать, чтобы попасть на тот же командный чемпионат Европы. Кстати, Вадим Девятовский сыграл в жизни Дениса очень важную роль. Я уходил из спорта. Ну, как бы, решил попробовать что-то новое в жизни. Вот, в итоге полтора года я прожил без этого. Решил, что не могу. То есть мне хотелось вернуться в спорт. И такой момент был. Сами связался Вадим Анатольевич Девятовский. И, ну, просто предложил, говорит, не хочешь попробовать заново. На что я, конечно же, согласился. В спорт Денис попал в 2004 году. Легкой атлетикой занимался его старший брат. Чтобы наш герой не потерялся во дворах, брат брал его с собой на тренировки. В юности Денис успел попробовать тайский и классический бокс, тяжелую атлетику. Даже на брейкданс ходил. Но решил остаться в легкой атлетике. У меня хорошие гены, ну, так могу сказать. То есть у меня отец занимался тоже легкой атлетикой, мама лыжами. И у меня с детства хорошие были результаты. То есть мне ничего не мешало там в 11 лет соревноваться с 13-14-летними юношами. То есть и выигрывать у них. Ну, и как бы это затянуло, во-первых, кураж. То, что ты побеждаешь. Еще в таком юношестве чувствовать, что ты реализовываешь сам себя. Ну, получается, заканчивал 4-й класс. К нам пришли в школу два тренера. Паршина Анна Петровна и Мастич Павел Михайлович. Получается, они, ну, кто хотел, пошли. Мы записались с девочками, как бы все вместе. И, получается, они нас пробовали на стадионе. И вот они отобрали группу. И вот так вот мы начали заниматься. И все. Я сначала делала многоборья тоже. Делала разные виды. Ну, подбирали, что мне больше идет. И в итоге вышло так, что вот бегаю лучше. Родители спортсменов отнеслись к выбору детей неоднозначно. Папа был против, хотя и сам когда-то занимался легкой атлетикой. А мама положительно восприняла такое решение дочери. В семье Дениса результатами сына были довольны. Это было приятно, что, ну, ребенок занимает места, он увовлечен. То есть он не где-то там по улицам ходит с друзьями, пьет, курит, а то есть занимается спортом. Но единственное, когда был такой период, лет 16-17, когда от нагрузок уже начинали где-то выскакивать болячки. То есть суставы, там болеть со спиной у меня были проблемы. Я где-то полгода делал перерыв, лечил спину. И мама была против, чтобы я возвращался. То есть потому что врачи сказали, тебе нельзя заниматься, у тебя хрящи перетерлись. Ну, такого образа. Ну, как бы я настоял на своем. Со временем Денис решил, что хочет учиться в училище Олимпийского резерва. Там была возможность совмещать тренировки и учебу. Потом он остался на подготовительных курсах, но через год документы забрал. И был такой момент, когда уже 18 лет, хочется полностью содержать себя сам. Потому что я начал жить отдельно, живу без родителей. Я решил пойти в МВД. То есть я пошел устраиваться в милицию, работал в тюрьме. Сомещал это с тренировками, было очень тяжело. Но, в принципе, получалось. В эти моменты я как раз свои самые высокие награды и взял. То есть чемпионство Беларуси. При том, что у меня там был график день-ночь. Ты ходишь по тюрьме ночами и потом идешь невыспадно на тренировки, без восстановления. Ну, везде есть свои минусы, плюсы. Как бы зато были деньги. Вот. И я решил, мне тренер предложил поступить на заочный. Это Франциска Рына. То есть я поступил на заочный. Вот буквально через месяц у меня госэкзамены уже заканчиваю. В итоге я проработал три года в милиции. Потом меня как бы устал от всего этого и решил вот уехать в Москву. То есть у меня там отец живет. И сделал такой вот перерыв на полтора года. В тюрьме было на самом деле тяжело больше, ну, хотя было и физически, и морально. Но когда тебе 18 лет, ты не видишь ничего. То есть эту сторону жизни попадаешь в таком юном, я считаю, это юный возраст, где, ну, скапливается один негатив. Тогда мне было очень тяжело, и это именно морально, потому что, как бы, у меня и поддержки не было. Ну, то есть, конечно, родители всегда поддерживали, но я никогда не находился с ними рядом. То есть у меня всегда рядом со мной только друзья. Ну, и так получалось, что вот идешь, там, всю ночь отходишь, выходишь и, не знаешь, спать ты хочешь, есть ты хочешь. То есть никаких желаний, но ты знаешь, что тебе надо идти на тренировку. И вот, ну, тяжело было. И возвращаться туда точно не хочу. Сегодня наши герои тренируются со стартовыми пистолетами. Такая работа помогает максимально приблизиться к соревновательным условиям. Есть здесь и подводящие упражнения, например, с потягушкой, как ее называют. Наша задача, не нарушая структуру по биомеханике движения, дать спортсмену более затрудненные условия, ну, чтобы прокачать определенную группу мышц, которые участвуют непосредственно при беге, при спринтерском беге. Потому что бегать можно по-разному. Вот. И это вот как бы потягушка, ну, по-разному называют. Она как бы так приближает движение. Можно бегать против, это с парашютами, мы в тренировочном процессе это все в горку. Ну, в горке там чуть-чуть по-другому центр тяжести работает. Ну, каждый тренер видит и подбирает для своих спортсменов такие упражнения, которые подходят ему. К кому-то к соревнованиям подходит, кому-то не подходит. Уже за длительное время как бы уже знаешь, что непосредственно нужно спортсмену перед основным стартом. Обычно перед основными соревнованиями мы проводим тренировку в таком режиме, приближенном к соревновательным условиям. Ну, под выстрел пистолета, чтобы спортсмен понял и как бы включился в такое более соревновательное, приближенном к соревновательным условиям движение свои. Ну, как бы первый старт у нас в сезоне получается основной, грубо говоря, к отбору к европейским играм. Обычно мы стартуем всегда. Ну, так практикуем где-то раз в 10 дней. Спринтер, он как бы такой холерик, он должен всегда испытывать какие-то стрессы. А под выстрел пистолета, он как бы это немножко так способствует. Ну, у меня всегда просыпается ощущение, как соревновательное именно. То есть сразу, когда мы готовимся, подходим к сезону и ждешь старта, и каждые вот эти вот моменты мелкие, то есть тебя разбудраживают. То есть ты уже начинается предстартовая лихорадка, то есть ты уже морально настраиваешься и пытаешься уловить эти все моменты. То есть звуки начинают сразу, картинки даже будут в голове появляться, как ты выбегаешь, пытаешься с спортсменами соревноваться. На самом деле приятные ощущения. Ну, то есть такой адреналин выделяется. Ну, получается, если я давно его не слышала, я пугаюсь очень сильно. Да, я всегда его пугаюсь. Не знаю, этот шум вот такой резкий и все. Я аж трогаюсь. Я волнуюсь перед стартом очень сильно. А когда именно уже в колодках, у меня, ну, я уже не волнуюсь, просто уже поздно волноваться. Я уже думаю, ну все, ты в колодках, чего тебе волноваться. Главное – добежать. И все. На тренировках наши герои работают в парах, которые определяет тренер. Например, Алина бегает с мальчиками. А вот Денис соревнуется со своим коллегой Павлом Дырдой. Очень хорошо, когда есть конкуренция. Во-первых, я считаю, лучше тренироваться с теми, кто у тебя сильнее. Ну, так получается. У нас есть сильные ребята, но мы по разным группам. То есть, например, мне было бы интересно тренироваться с Блинцом Денисом, либо Юрой Заболотной совместно. Плайн там в том, что в чем-то я бы за ним затянулся. И он за мной. Сейчас в группе вот Паша Дырда у нас есть, который выходит на высокий уровень. То есть, сейчас он со мной на уровне по спринту. То есть, ну, высокий уровень Беларуси имею в виду. И с ним, к примеру, у нас вся работа совместная. То есть, мы спринт работаем. Вот мы сегодня бегали с колодок совместно, чтобы чувствовать старт, где как-то продвигается. Я вижу его ошибки. Он видит мои. То есть, мы друг другу можем подсказывать. Бегать тяжелее с мальчиками. Потому что, как бы, морально как-то тяжело. Обычно с девочками привыкла, что бегу, а тут мальчик рядом. И как-то не очень. И он, получается, аж быстрее намного. И когда смотришь потом отрыв, как-то, ну, так не по себе бывает иногда. Перед стартами, когда он видит волнение, он просто говорит, что ты все сделал как надо. То есть, ты отработал, результат будет. То есть, я знаю, ты готов. И то есть, этих слов хватает. Я верю больше тренеру, чем саму себе. То есть, я бывает, прихожу на тренировку, у меня состояние такое, что ходить не хочется. Но он говорит, ты сегодня готов. К примеру, надо спринт сделать. Ты сегодня готов, иди делай. И ты начинаешь двигаться и понимаешь, что да. То есть, опять же, личные результаты, ну, рекорды бьешь. Все будет хорошо, что ты готова, и что нечего волноваться, что если это, ну, получаются международные старты, где они будут далеко, он говорит, что это, ну, просто обычные такие же юноши, девушки. Я бегу и считаю метры, сколько остается до финиша. Допустим, вот 400 метров я бегу и пробежала сотку, 300 метров осталось, 200, 100. Последняя прямая – 30 метров. Я только об этом думаю, и все. И последние шаги – все, финиш. Вот все мои мысли. За беговую тренировку легкоатлет может похудеть до 3 килограммов. Если это работа со штангой, то калорий тратится меньше. Единственное ограничение для наших героев – это сладкое. От сладкого приходится отказываться. Вот буквально за этот месяц мне надо вот скинуть было 5 килограмм. То есть, единственное, что я делаю, я просто не ем сладкое, ну, и стараюсь на ночь не есть после 6. Других диет я никаких не придерживаюсь. То есть, вообще никогда. Не знаю, может, мне пошло бы как-то на пользу, но я просто не сторонник этого. Тяжело соблюдать диету. Овес, ну, не держится постоянно. Мы то его набираем, то скидываем. Ну, так, стараюсь. Если уже переем, то стараюсь как-то убрать. Где-то не поесть, где-то то, чтобы он ушел. Но чаще всего, ну, я не могу держаться от сладкого очень долго. Я его очень люблю. После основной тренировки начинаются упражнения со штангой. Это незаменимая вещь для легкоатлета. Она помогает развивать мышцы бедер. Вся сила, которую спортсмены вкладывают в бег, нарабатывается здесь. Сила нужна для того, чтобы бегать спринт. Без нее это практически невозможно. Это не основной компонент для достижения максимальной скорости. Но для короткого спринта это немаловажно. Как отмечает тренер Алина и Денис, полные противоположности. Она спокойная. А вот он – холерик. Каждый из них – это полная противоположность. Если Алина, она более спокойная, ее тяжело вывести из какого-то равновесия, она более трудолюбивая, может терпеть через «не могу делать многие упражнения», то Денис, он более такой взрывной холерик. И тоже с ним надо иметь какой-то определенный подход. И в зависимости от какого-то периода. Если в соревновательный период, то Денису не подходит длительная работа ему. Быстрая работа. Сделали основную работу, ушли. Для Алины, наоборот, нужно очень мягко выходить с общей работы. И потихоньку-потихоньку выходить на соревновательный режим. Тогда у нее совсем по-другому. Как бы она чувствует себя. А у Дениса, наоборот, если он чуть-чуть где-то загружен, он не может выдать то, что он готов. Мотивирует обоих спортсменов тренер. К каждому из них свой подход. Однако Павел Мастич отмечает, что и Алина, и Денис выкладываются на тренировках максимально. У меня лентяи не задерживаются в группе. У нас достаточно дружный и большой коллектив. Поэтому все, что нужно на тренировочном процессе, они выполняют. И стараются, конечно, качественно. Потому что выполнять можно много чего. А качество выполненной работы зачастую влияет на сам результат. Работают все. А кто-то бежит и выигрывает. А кто-то просто выступает в ряде своих сил. Когда уже добегаешь, начинаешь, во-первых, думать о своих ошибках. То есть идеально пробежать, все сделать идеально. Ну, у меня ни разу не получалось. Я все время выходил либо с травмой, либо просто не собранный на старте. Ну, чаще всего с травмой. К сезону тяжело подойти так, чтобы все было идеально. Ну, вот когда уже черту пересекаешь и думаешь, все ли правильно сделал и каков результат. То есть, конечно, думаешь о результате. Потому что делается очень много работы до этого. Как бы хочется реализовать все. Во-первых, надежды не хочется подводить тренера, в первую очередь. Потому что он круглыми сутками влаживает в нас также свои силы. Да и психологически, думаю, ему нелегко. Пока Алина отправляется на восстановительную тренировку в бассейн, Денис уже добрался домой. Здесь хранятся его медали. Медалей хватает из обычных стартов. То есть, много по Беларуси. Международных у меня не особо много. То есть, это Польша, ближайшая Литва, Латвия, куда мы ездили. Еще по юношеству. Вот. Самое такое значимое для меня является сокомандным чемпионатом Европы. То есть, первый мой выезд был в 2014 году. Мы ездили в Таллинн. Я тогда первый раз попал в состав эстафеты Беларуси. Национальной команды. Там мы заняли первое место. Как бы такой командный дух первый почувствовался. Ну и после этого попал в высшую лигу нашего спорта по Беларуси. Из таких, чтобы еще значимых, это, наверное, первая медаль с чемпионата Беларуси, которую я занял в 2016 году зимой. Если не ошибаюсь. Вот. Ну, как бы от нее мне ничего, кроме заслуги, то, что я стал первой в Беларуси, когда кого не досталось. То есть, у меня не получилось попасть в основу национальной команды, потому что у нас конкурс тогда был большой. У нас были тогда еще действующие спортсмены, которые показывали каждый год результаты и постоянно от них ждали дальнейших. Потом я летом повторил результат и выиграл летний национальный чемпионат. После этого меня начали воспринимать серьезно. То есть, держать поближе к себе наши высшие тренера. Ну и как бы я уже 14 лет в спорте. Не сказал бы, что я какой-то выдающийся спортсмен, потому что у меня нет за спиной командных чемпионатов Европы, мира, конечно, олимпиады, ничего такого. У нас вид спорта, тяжело в нашем виде спорта попасть туда. Но мы как бы стараемся в этом году, большие планы у нас стоят. Многие спортсмены в интервью рассказывают, что спорт забрал у них детство. Но это явно не случай Дениса. У меня детство было шикарное. То есть, мне хватало времени и спорт, где у меня мой коллектив друзей, также у меня были друзья с моей школы. И я всегда как бы разделял. То есть, и там я был, и с друзьями гулял. То есть, у меня не было такого, что я там полностью отдался спорту, я не видел белого света. То есть, ну, как бы было все нормально. Кстати, первоначально он равнялся на Андрея Кравченко. Тот частенько помогал младшим спортсменам. Когда у Дениса случилась травма спины, они совместно с тренером приняли решение перейти в другую дисциплину. Ну, на данный момент просто хочется достичь результата высокого. Я со своей карьерой еще не реализовался. То есть, я был готов. Я последний год, когда тренировался, в 2017 году, я был очень сильно готов. Думаю, сильнее, чем даже в этом году успел подготовиться. Но так вышло, что на главном старте страны, на чемпионате Беларуси, я решил не бежать в финале. Потому что через две недели у нас был старт на чемпионате Европы среди молодежи, где мы должны были бежать в составе эстафеты. Я решил перестраховаться. Ну, подумал, что важнее показать там результат, чем в равных стенах. Хотел сюда приехать. У нас была отличная команда, и мы могли попасть в призовую тройку. Как бы отказался, но так случилось, что другой спортсмен, Станислав Драгокупец, вот бежал в финале и травмировался. И так, получается, наша эстафета развалилась. В итоге вот у меня был такой вот сезон провальный, когда я не реализовался. И как бы хочется, наверное, отыграть больше эту роль. Хочется реализоваться в этом сезоне. Хочется саму себе доказать, что можешь. Обычно у спортсменов две легкоатлетические тренировки. Они отнимают очень много сил у спринтеров. Поэтому в программе подготовки к крупным стартам есть разгрузочные дни. А это значит, что одна из тренировок – восстановительная. У наших героев она проходит в бассейне. Быть в спортивном напряжении героям помогает желание идти к своей цели. Тяжело, не тяжело. Просто идешь к ней и все, хочешь результата какого-то. Кстати, больше всего Алине нравятся прыжковые тренировки. Как говорит сама спортсменка, ей так интереснее. Больше всего мне нравится в тренировочном процессе, когда мы, так сказать, зарубаемся. То есть пытаемся поставить личные рекорды. То есть там будет эта штанга, спринт, то есть короткий отрезки мы делаем. То есть максимальные результаты на тренировке. То есть это мне нравится больше всего. То есть ты видишь, что ты сделал какую-то работу, и ты себя реализуешь. То есть есть какой-то результат определенный. И также озачариваешься, если ты не выходишь. То есть если уже по плану ты должен бежать 6,50 по руке, 60 метров, а ты бежишь 6,70, то думаешь уже какие-то допускаешь ошибки, какую-то работу еще пройдясь. Потому что уже время идет, надо готовиться. Как был случай, сейчас мы поехали в Адлер. Первый день приезда тренер захотел, чтобы мы пробежали кросс. Я не любитель их вообще бегать. То есть я в жизни бегал минут 20-25 кросса. Для меня был максимум. В этом сезоне я понимаю, что очень многое зависит. То есть если мне этот сезон не получится, я, скорее всего, уйду. Опять же из люкатлетики, потому что тяжело как бы совмещать. Ну где-то надо искать финансы. Но если все получится, то, конечно, я останусь и буду дальше трудиться, стараться. Алина Лучшего довольно стеснительная. Наша героиня отмечает, что особенно смущают ее незнакомые люди. На соревнования, кстати, спортсменка своих родных просит не приходить. Я маму не пускаю на соревнования. Родителей вообще тоже и родных не пускаю, потому что мне это дополнительная ответственность. И я не могу. Мне как-то страшно становится вдвойне. Поэтому я не пускаю. Мама хотела один раз пройти, но я сказала, что не надо. Потому что я знаю, что он будет здесь. И мне как-то страшно. Потому что замечу и все. Главная цель в спортивной карьере наших героев – олимпийское золото. Для них это мечта. Просто идешь к этой цели, ну и как-то хочется, чтобы вот тренируешься и цель, ну получается. Отдача была такая. Я думаю, как любой спортсмен мечтает об олимпийском золоте. Я просто понимаю, что это нереально. Но попасть на Олимпиаду и быть восьмерке – это тоже, я считаю, очень престижно. И это реально в составе эстафеты. Ну, если для меня лично. Если как спринтер отдельно, ну, мне бы понравилось просто быть сильнейшим в стране. То есть придерживаться первого места на протяжении нескольких лет. Это меня бы удовлетворило. Ну, конечно, быть призером Европы и мира – это, само собой, хорошо. На этом тренировочный день наших героев подошел к концу. Завтра они снова выйдут на беговую дорожку, чтобы бороться за звание лучшего. В ближайших планах у ребят выйти на пик формы и завоевать лицензии на Олимпийские игры в Токио. Это была программа «Больше, чем спорт». Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова